Привет, друзья! Сегодня для разнообразия нашего канала мы вам покажем участок, который продает наш друг и наш знакомый Геннадий. Вот это улица Восточная. Вот соседи тут есть. И вот этот вот участок продается. В эту сторону улицы тоже асфальтированная. Здесь она ведет в сторону центра станицы. Он Геннадия, по которому вы можете позвонить и уточнить все подробности. Участок общей площадью 12 соток. Блок здесь, ну, такая архитектура. Этот участок размером более 12 соток с небольшим, как мы видим, фасадом в 11 метров и впоследствии метров через... Вот этот фасад в начале 11 метров, да? И буквально через 8-10 метров здесь... Расширением до 17 метров. 17 метров. То есть вы вполне можете на расширении уже в нормах СНИПа поставить дом. Длина участка общая более 60 метров. В конце участка имеется также свободная территория под личные нужды, никому не принадлежащие. Плюс, считаю, этого узкого фасада в том, что придомовая территория выходит небольшая. А как вы знаете, косить у нас здесь приходится очень часто траву. Вот участок хозяева уже покосили второй раз в этом году. А будет узкий, соответственно, придомовую, поменьше территория косить. Заездик один, заездик, к примеру, второй. И совсем небольшой участок для покоса остается. Я считаю, это очень хороший плюс в этом участке. Ну да, траву в Анапе нужно косить каждые две недели. Вот мы прошли до конца участка. Замечательный сосед. Хороший хозяин. Понастроил тут в конце. Вот граница участка, как мы понимаем, официальная. И неофициально ваш участок будет продолжаться дальше, потому что никому больше он тут не нужен, кроме вас. Далее у нас следует овраг. Там ручеек? Да нет, просто овражек. Просто овражек, да? Овражек. А за овражком что? Мусор какой-то поедет. А за овражком там начинается другой участок. Ну, конечно, тут кто-то в стародавние времена накидал мусора. Ну, это уже ваше дело. Теперь никто сюда не придет, ничего не бросит. Наверное, тут можно будет скважину какую-то пробурить. Валежник навален. Все, что годами копилось. В общем, замечательно. Вот, крепкий сосед Андрей, да? Да. Андрей, высококлассный наладчик. Работал даже за рубежом. Знает всяческие системы. Знает, как настроить тепловой насос. И у него дома тепловой насос, да? Видите, коза у него. Да коза-то даже дойная. Наверное, вы тоже тут можете завести на окраине усадьбы. Хозяйство какое-то, уж не знаю, там, кроликов, курочек. Геннадий, наверняка измерил все расстояния, как далеко здесь от центра станицы, от ближайшей школы. Ну, от моего дома километр, грубо сказать, до ближайшей школы, 31-й, да? А этот участок находится от меня в 100 метров. То есть до школы 900 метров. Ну, до центра будет, примерно, 2-2,5. Но дорога полностью асфальтирована. Имеется конечная остановка 110-132 маршрута, буквально метров 300 от этого участка. Очень хорошее расположение. То есть вы всегда, по возможности, можете на остановку в горячий летний период, на остановку прийти, в полупустую маршрутку, сесть и доехать до Анапы, до пляжа без проблем. Геннадий, вот мы зимой с тобой разговаривали, и ты собирался собрать базу участков, домов, гостагая, чтобы, ну, развивать эту деятельность, зарабатывать на этом деньги. Да, так потихонечку получилось, что я фактически начал заниматься риелторской деятельностью. Потому что по просьбам форумчан, гостагайру, я там подбирал, допустим, дома, участки. И поэтому появилась неплохая база. Я сотрудничаю со всеми фактически риелторскими агентствами, со стройщиками. Много знаю лично собственников. В принципе, база большая. Обращайтесь за свои услуги. Беру скромное возрождение. Вам это будет стоить, грубо сказать, недорого. Ну, база хорошая. Ну, вот этот один из таких участков. Сейчас, наверное, надеюсь, поедем еще что-то покажем. Если сейчас приехал гостагай, ты бы выбрал этот участок? Ну, да. Он вообще отличный. Ровный, сухой, то есть никаких мочеров нет. Никаких следов. Да, ровный, широкий, с маленьким фасадом, который, говорю, это плюс. Пример, у меня участок шириной 15 метров всего. Сразу чувствуется, что ширина маловато для участка. Длина у меня участка 68 метров. Пока дойдешь до последних, до картошки дойдешь, уже устаешь, потеешь. Приходится возвращаться обратно. А этот выбрал. Ну, конечно, цена здесь, соответственно, немаленькая, на мой взгляд. 140 тысяч за сотку. То есть это около миллион семьсот весь участок. Ну, по-моему, хозяева готовы немного торговаться. Но, опять же, немного. Я знаю, что они не торопятся в продаже, как говорится, ищут своего покупателя, не торопясь. Ну, я думаю, участок этих денег стоит. Вот Геннадий привез меня показать еще один участок. Это 8 соток. По фасаду 21 метр. Участок огороженный. Ну, обещают покосить через пару дней. Но я дожидаться не буду. Ограда вон там, возле кустов. Собственно говоря, кусты тоже можно относить к участку. Можно там что-то возделать. Сам участок хорош. Но, скажем, вот подъезд к нему, конечно, проблематичный. Вот я отошел к дороге. Это такая огромная придомовая территория. Соток 5. Ну, по идее, ничего тут не будет застроено. Будете косить. А может быть тоже возделывают газоны разные. Детскую площадку. Заходить в бассейн. А этот участок у нас площадью 8 соток. По документам, как Дмитрий, наверное, уже пояснил, что фактически больше. Фасад 21 метр. Длина почти 40. Продается за 800 тысяч. Но тоже возможен торг. Хозяева готовы торговаться. А в этих домах есть водопровод или колонна? Да, здесь идет центральный водопровод по территории улицы. Участок хороший. Он, с одной стороны, в тихом, спокойном месте, в широком придомовой территории. Ветра здесь будет поменьше чувствуется, так как он не находится на высоте. Ну и в то же время это не матчар. Грунтовые воды, конечно, здесь недалеко. Метра три в колодцах вода у соседей. Ну и не матчар. Метра, то есть скважину можно пробурить легко и просто, да? Ну да. Поставить насос и воду кончать. Я знаю, у соседей есть погребы копают. Я знаю, на той стороне улицы копают погребы. Да, участок на западной стороне станицы далековато от центра. Но в то же время не самая окраина. Западная часть станицы, это там, где заправка рост нефти. Но в глубине от центральной дороги, в глубине. Вообще микроклимат, конечно, тут деревья защищает. Я думаю, что тут прекрасно будут расти арбузы и все прочее. Огород здесь засаживался каждый год. И вот первый год тут ничего не сажают. В общем, участок мне понравился, в тихом месте. Если вас заинтересует, то обращайтесь к Геннадию. В всяком случае, вот соседка Галина здесь живет уже 3 года. Переехала из Красноярска. Мы с ней договорились, что потом она нам даст интервью. Как приспособилась к жизни на Кубани. Вот. Ну, 35 минут здесь идти до центра станицы. Но у Галины машина. Она не испытывает проблем. Но пешком тоже ходит для здоровья. Если кому-то нужно тихое, плодородное, солнечное, сухое место, то этот участок для вас. 8 соток по документам. А без документов у вашей собственности окажется, ну, я вам скажу, что более 15 соток. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!